Всем привет, с вами Нелев Горн, это игра Бесич, ииии я решил сделать что-то такое, ну необычное может быть, на мой взгляд, по крайней мере, что-то такое интересненькое, бронированное какое-то такое, вот, и получилось что-то вот такое, честно говоря, я не знаю, что это, танк, нет, не танк, гусениц нету, да, бронетранспортер, давайте его как-то так назовем, потому что брони на нем довольно-таки много, ну то есть, по крайней мере, щитков от таких вот защитных, они есть, конечно, от огня не спасут, но от лучников довольно-таки долго может придержаться этот транспорт, функциональность его это, во-первых, движение, двигается он везде и повсюду, ну как бы, понятно, по горкам не двигается, ну, по склонам, огнеметы есть, есть пушки, есть катапульта, при том раскладывающиеся катапульта, кстати, ребят, если кто решит скачать, я оставлю под видео ссылку на скачивание этого транспорта, вы можете в меню просто нажать вот здесь вот эту кнопочку и вам покажутся все кнопки, которые отвечают за управление этих механизмов, в принципе, здесь сложного ничего нету, так что здесь что у нас есть, рычаги вот здесь стоят, здесь стоят рычаги, то есть управлять вот этими колесами, приподнимать, опускать заднюю часть, потом рычаги вот здесь стоят, то есть поднимать вот эту крышку под ними, вот там вот пушки две, то есть на один-два это пушки, на три-четыре это огнемет, катапульта, катапульта раскладывается, то есть она в сложном режиме сейчас как бы, в принципе, все, колеса, единственное здесь вот, ну, кому как, можете вот поменять вот так вот, потому что у меня если двигаться так как, ну, то есть я перепутал, когда строил, перепутал перед и зад, вот и все, но думаю здесь ничего сложного нету, то есть вот так вот переставляем и все, машина едет как надо, так, давайте скорость немножко повысим, потому что при экспериментах я тут кое-что экспериментировал, давайте сначала ходовые, ходовую часть ее посмотрим, потому что двигается очень, как видите, поворачивается очень просто, весело, очень быстро, это все быстро работает, немножко погручивает, ФП спросил, потому что очень много блоков, на горке заезжает нормально, то есть я могу с уверенностью сказать, смотрите, в принципе, но есть проблема у таких транспортов, когда, в принципе, когда вот заезжает, 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 я сейчас объясню, почему она буксует, все, то есть мы сели на пузо, и как раз таки сзади, ну, здесь вот, вот здесь для этого рычаги есть, чтобы приподнять заднюю часть и, и нормально проехать, и вот этот склон, ба-бах, все, в принципе, для того, чтобы быстрее поворачивать, мы опускаем заднюю часть и поворачиваем, чтобы быстрее ехать, мы поднимаем заднюю часть, ну, не настолько, хотя бы на чуть-чуть, и этого вполне, вполне хватает, чтобы нормально ехать вперед, то есть большой скоростью достаточно, когда вы едете именно с поднятой задней частью, то есть этот транспорт нормально съезжает, нормально, сейчас попробуем, попробуем заехать на вот эту горку, так, сейчас, 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 она все-таки помельче, так, еще надо приподнять, потому что, ну, чем больше мы поднимаем заднюю часть, тем колеса задние более встречаются, ну, больше площади задевают территорию, то есть и все, теперь мы опускаем для разворота, можем даже приподнять их совсем вообще, чтобы они не задевали территорию, оп, с буксом, так сказать, и теперь опять приподнимаем, и все, мы готовы к движению, в принципе, мы даже готовы к движению, наверное, здесь, кто проходил, пытался, ну, наверное, такой склон тяги-то не хватает, все-таки колес надо побольше, а транспорт тяжелый, поэтому я не буду пытаться на него заехать при движении, при движении, как бы, когда именно двигаемся вперед-назад, она, ей хватает передних поворотных колес, чтобы поворачивать, то есть вполне так, падаем, падаем, все, ну, как видите, транспорт себя довольно-таки уверенно ведет, то есть все нормально, при том, что, как видите, катапульта не разваливается, она в рабочем сейчас состоянии, могут, могут быть проблемы в разложении с щитами, вот с этими, сейчас я дальше покажу, попробуем, давайте сделать, все нормально, так, ну, что ж, мы видим там, впереди врагов, кстати, вот, и лево-право я немножко перепутал, немножко перепутал конкретно, потом перепутал, давайте попробуем всех врагов взять, то есть, что у нас есть, сначала попробуем врагов уничтожить издалека, мы приподнимаем передний щит, это, то есть, вот таким вот образом открывается у нас здесь вот такая вот платформочка, и, собственно говоря, вот здесь рейки, которые держат вот эти щиты, чтобы тупо бокам колеса не поломали нам так, и блин, только одного, а, двоих, троих даже, по-моему, да, немножко еще поворачиваем, еще зал, есть, ну, хотя бы одного, отлично здесь стоит вот такая вот часть, здесь стоят рычаги, я ими не пользуюсь, изначально была задумка такая, чтобы передняя часть двигалась влево-вправо, когда я запускаю, к примеру, огнеметы, и чтобы больше покрывать влево-вправо, как бы, ими двигаться, то есть, в этом была суть, но так как машина и сама по себе, ну, вот, вертлявая, да, получилась в итоге, то есть, то, я думаю, не нужно, но, все равно, я оставил их, потому что они, ну, как бы, вот перед болью, он такой, как бы, змеиный получился, как-то вот так вот, что ли кстати, на поворотные колеса, вот, если подумать, так их шесть, а задних, вот, задних, их, сколько, четыре штуки, они всего лишь ведущие вперед-назад так, ну, и что, теперь время, время огнемета, но, я, наверное, вот, постараюсь выровнять транспорт, чтобы и ну, что ж, ну, что ж умрите, умрите, умрите задний ход дадим немножечко, чтобы совсем, ну, вот, один остался, как раз таки, поэтому у меня на кнопках задействовано, ну сгории бёрн то есть, задействован один огнемет и второй, то есть, и так же, пушка одна и вторая катапульта, к сожалению, получилась не слишком мощной, то есть, она не дальнобойная, сами понимаете, в таком, в таком маленьком транспорте, то есть, она вот, вот здесь вот уложена, это катапульта, и в принципе давайте её разложим вот таким вот образом она раскладывается здесь всё очень просто катапульта стоит на пружинах, то есть, на пистонах и, как видите, здесь нету сумки, ну, или корзины давайте приподнимем немножко задок, чтобы так, нет, вру, наоборот, надо вот так вот сделать чтобы передняя часть была устойчивость, то есть, когда мы будем натягивать почему я устойчивость делал, вот именно переднюю часть задней колёса приподнял когда я буду натягивать, чтобы вот этот упор, он не смягчился пружиной посередине, вот так вот он так смягчается вот этими пружинами, но ещё если они висят посерединные колёса, то она ещё немножко просядет от давления так вот, сейчас может пойти что-то не так только из-за этих щитков это вам решать, оставлять их, не оставлять я вот оставил, сейчас попробуем я не тестил то есть, раскладывается пистонами и почему здесь нет корзины потому что, если в корзину класть бомбу она там болтается, она не закреплена ничем, и при движении как видели, я уже там и прыгал, грубо говоря и скакал, да бомба шевелилась, она бы взорвалась в итоге, то есть, поэтому стоит вот на такой, ну, на шипах держится и поэтому, я немножко, давайте замедлю, чтобы правильно сделать, поэтому при, ну, немножко посложнее придётся управлять катапультой, потому что, когда при ударе, нужно нажимать отсоединение шипов, чтобы ну, вот так вот это как-то работает, и вот я немножко не докинул, видите, то есть она вот единственный минус этого транспорта то, что он не дальнобойный совершенно не дальнобойный, давайте ещё раз попробуем ну, то есть ускорим ускорим, ускорим, ускорим ускорим, ускорим прям вот так вот вот так вот приподнимаем да, вот приподнимаем задние колёса раскладываем катапульту чих иногда зацепляется, то есть когда просто немножко надо приподнять и бэх ну вот ну, недоработка я не знаю, раз из раза в раз оно то ломается, то не ломается по какой причине, я не знаю вроде бы здесь соединение нормальное, то есть оно как-то, никак оно по-другому себя не ведёт единственное, может быть у меня есть вариант, что здесь поставить блок обычный блок то есть у меня как допустим вот сейчас вот в данный момент здесь оно когда поднимается как видите вот этот шин ну вот этот поворачивающийся блок он к пружинке прицеплен может сделать чуть повыше и внизу поставить обычный блок ну, обычный деревянный к примеру и к нему поэтому может он не будет отцепляться может быть не будет ломаться так резво потому что из раза в раз она как-то то ломается то не ломается и по какой уж причине она это делает я честно говоря не знаю ну вот видите не сломалась ну понимаете что если эту головку делать выше то и здесь нужно будет повыше делать в принципе ну и чем выше тем наверное более шансов поломки конечно можно ну в данный момент вот если складывается да то есть можно еще здесь вставить как минимум две пружины и еще балласт балласт нужен для того чтобы обратно опускалась чтобы после запуска так сказать после запуска катапульты после запуска катапульты мы могли сложиться и ваааа и валим 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 давай 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 ну давай опускайся вааа быстро вааа разворачиваемся Ускорение Пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара Что-то я сейчас врежусь, наверное, да? Бэ-бэ Она же даже настолько ускоряется, что аж лагает Ну ладно, лагает из-за того, что, ну, может быть, у меня компьютер слабый Ну и из-за того еще, что очень блоков много Она немножко подлагивает Так-так-так-так-так Все, вроде нормально Но транспорт мне понравился, что получилось Я постараюсь что-нибудь подобного рода сделать Потому что мне понравилось то, что получилось Единственное, что здесь как-то нельзя, знаете, ну Так, я бы еще приподнял, чтобы быстрее развернуться В принципе, здесь Если несколько раз Ну, так сказать, попробовать, то есть, поэкспериментировать То вполне можно привыкнуть к настройкам Бах Урезались Что у нас поломалось? У нас крышка поломалась И все, еще одно колесо поломалось Черт Надо опускаться Нельзя терять последнее колесо Все Одно слабовато справляется Все, дерево меня победило Дерево меня победило Я его сейчас сожгу Если у меня все поломалось Все, при том Как бы у меня скреплено вроде бы все Ладно, вот такой вот транспорт Я вам предлагаю для исследований Для экспериментов Для просто поиграть Это довольно-таки интересно Потому что Я все пытаюсь что-то создать такое Пытался создать большую катапульту Многозарядную, да? Такую прям огромную Чтобы и далеко стреляло Но у меня тупо начал лагать Компьютер Я не знаю Компьютер или клиент Либо еще что-то И Просто не получилось То есть чем больше блоков Тем больше лагает Скорее всего у меня просто Компьютер не настолько сильный Чтобы это все прогружать Но игрушка очень интересная Я надеюсь вам этот транспорт понравился Я не знаю как его назвать БТР Он для БТР не подходит Для броненосца тоже не подходит Многофункциональный аппарат Как-то так наверное Но Назвал я броненосец его То есть Под видео вы сможете скачать его Надеюсь вам понравилось С вами был Невгорн Подписывайтесь на канал Если вы впервые Ставьте лайк Если вам понравилось Признайтесь в моей группе Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok